Здравствуйте, Джон. Я очень рад вас здесь видеть. Спасибо, что согласились прийти и ответить на наши вопросы. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Кто вы, чем вы занимаетесь? Это вопрос, на который всегда трудно ответить. В профессиональном плане я профессор кафедры детской неврологии Университета Нью-Мексико и клинический директор Института мозга, где я провожу исследовательскую работу в области неврологии и умственных нарушений. Также я веду административную деятельность. И, наконец, мое самое значительное достижение – я родитель. С какими пациентами вы чаще всего имеете дело? С какими проблемами сталкиваетесь? Детская неврология – наука, которая описывает самые разные состояния, связанные с различными нарушениями функционирования мозга. Любой детский невролог сталкивается с жалобами на судороги, задержкой развития, аутизмом, поведенческими проблемами, головными болями, иногда с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Я занялся детской неврологией после нескольких лет работы педиатром. Мне стало интересно, что треть всех пациентов жаловались на проблемы, связанные с неврологией – проблемы поведения, развития или судороги. Я стал углубляться в эту тему и понял, насколько удивительны неврологические нарушения. Можно сказать, что мы все в какой-то степени неврологи, потому что нам интересно, как работает наш мозг и что в нем происходит. Именно поэтому детская неврология похожа на зеркало. С другой стороны, я улегся этой областью знаний не только из-за магии когнитивного развития, игры генов и окружающей среды, но еще и потому, что я могу сесть на пол с детьми, играть с ними, шутить, а они будут смеяться над моими шутками. И мне кажется, что главная проблема у нас в Америке, да и во всем мире, заключается именно в подходе и отношении к детям с нарушениями в развитии. Перед учеными сейчас стоит задача изменить общественное сознание, вывести эту проблему на государственный уровень. Эти и другие моменты привлекли меня в неврологию. Какие самые значительные изменения в детской неврологии произошли за последние десятилетия или годы? Считается, что неврологи занимаются прежде всего диагностикой, но не предлагают программу помощи. Проводят много времени в поисках причин, нарушения, описывая симптомы, но не помогают в лечении и реабилитации. Сегодня неврология находится на переходном этапе. Мы уже можем помочь детям с когнитивными нарушениями, судорогами и другими проблемами. Когда я начинал работать в этой области, у нас было два препарата, может быть три, если говорить об эпилепсии. Теперь их 20, и мы точно понимаем, почему и как они помогают. То есть сейчас я однозначно не тот специалист, после посещения которого говорят «О боже, я был с ребенком у невролога, и он объяснил, что с ним не так, но ничем не может помочь». На самом деле мы определяем нарушения, точно характеризуем, и описываем все детали, объясняем, в чем сильные стороны ребенка, и где можно получить программу помощи с использованием методов, имеющих научное обоснование. В этом и есть разница. Когда вы используете термин «метод, имеющий научное обоснование», что вы под ним подразумеваете? Метод, имеющий научное обоснование, это наилучший доступный метод, прошедший экспериментальное пробирование для конкретного пациента. В целом можно говорить о том, что невролог – это врач, объясняющий людям, почему определенные методы лечения могут быть рекомендованы, какие исследования лежат в их основе, какие научные обоснования свидетельствуют о том, что именно этот метод лечения может помочь. Это важно, потому что если использовать другие методы, то можно потерять время или сконцентрироваться на тех областях, которые в определенный период не так важны, как другие. Это важная концепция, потому что в развитии ребенка бывают моменты, когда нервная система особенно уязвима, и любое вмешательство может иметь долгосрочный эффект или последствия. Надо понимать, когда есть возможность вмешаться и как. Поэтому программа помощи или вмешательства должна быть научно обоснована. Кроме того, необходимо объяснять пациентам и их семьям, что без серьезной научной базы невозможно полагать, что лечение или программа помощи действительно эффективны. Многие родители детей с нарушениями находятся в поисках некоего волшебного метода лечения. Что вы им отвечаете, если они спрашивают вас о методе, не имеющем научного обоснования? Это замечательный вопрос. Я всегда начинаю с сочувствия. Я тоже родитель, у меня нет детей с проблемами развития, но я абсолютно уверен, что это очень тяжело. Это прежде всего страх неизвестности будущего. Как родитель я бы сделал все возможное для своего ребенка. Но моя позиция как специалиста отличается от позиции родителя. Как врач я буду думать о том, какой медицинский подход я могу предложить, как информировать родителей о разных методах лечения. Я часто чувствую, что моя роль не в том, чтобы отнять надежду или подарить ложную надежду. Я не могу поддержать ту методику лечения, которая может навредить моим пациентам. В Америке, я уверен, во всем мире существует масса ненаучных методов лечения. Мой собственный опыт говорит о том, что большинство людей очень уважительно относятся к врачам, но при этом часто говорят «Спасибо, доктор, но мы не собираемся следовать вашим советам, мы потом дадим вам знать, чем все закончится». Исходя из этого, я знаю, что методы лечения, не имеющие научного обоснования, это зачастую пустая трата времени и денег, что никакая дельфинотерапия не поможет вашему сыну улучшить моторику. За этим довольно тяжело наблюдать, но я не собираюсь никого останавливать в стремлении найти волшебный метод исцеления. Как профессионал, я не поддерживаю решение родителей прибегнуть к нетрадиционному методу лечения, но уважаю его. В редких случаях метод, не имеющий научного обоснования, может быть опасен для ребенка, но чаще меня беспокоит возможная потеря времени и денег в семьях, которые не могут себе это позволить. Вы можете назвать опасные или потенциально опасные методы лечения, не имеющие научного обоснования? Я имел дело со многими пациентами, которые безуспешно пытались применять такие методы, кто-то едет в Мексику, чтобы лечиться ядом гремучей змеи, но это не лучшая идея. Все спрашивают о лечении стволовыми клетками. Хотя я не провожу исследования стволовых клеток, но стараюсь следить за тем, что происходит в этой области. Я знаю разных врачей в США, которые только начинают проводить исследования с привлечением детей. В большинстве исследовательских университетов эксперименты со стволовыми клетками проводятся в лабораторных условиях на животных, рыбках, данью или мышах. В то же время я слышал о случаях, когда людей лечили стволовыми клетками за пределами США, и после возвращения у них обнаруживали опухоли головного мозга. Некоторые пациенты спрашивали меня о том, как работают стволовые клетки, и многие из них имели финансовые возможности для того, чтобы попробовать подобное лечение в других странах. Но, надо признаться, меня это очень беспокоит. Мой комментарий на эту тему. Я знаю нескольких исследователей, которых я очень уважаю, начавших осторожные предварительные клинические исследования под контролем Национального института здравоохранения, но эти исследования пока далеки от клинических испытаний в широком смысле. В этом вопросе нужно быть очень осторожным. Вы наблюдали за людьми с церебральным параличом много лет. Если вас спросят о ключевых моментах реабилитации таких детей, что вы ответите? Для ребёнка с церебральным параличом коммуникация важна так же, как и для ребёнка без церебрального паралича. Поэтому мы начинаем с описания болезни, что может и чего не может ребёнок. Но главная цель – в качестве жизни, в возможности ребёнка быть максимально самостоятельным, научить его коммуникативным и социальным навыкам, которые улучшают качество жизни. Если вы посмотрите на пациентов с церебральным параличом и с любым другим нарушением, да и на обычных людей, то увидите, что нас объединяет то, что все мы умираем, а вот то, что мы привнесём в этот мир, оставим здесь после себя и является важным. Я думаю, что профессионалы могут помочь детям вырасти, чтобы они, в свою очередь, смогли внести вклад в общественную жизнь. Общие принципы реабилитации. Активная реабилитация намного лучше пассивной. Например, мы знаем из наблюдений за животными и клинических исследований, что если реабилитация основана на движении, и пациент работает над ходьбой и активно двигает руками, это во много раз эффективнее, чем если человек лежит, и кто-то делает ему массаж спины и ступней. Всё, что может стимулировать активное участие головного мозга, то есть движение или когнитивное мышление, будет намного более эффективным. Так что всё, что мы могли бы сделать, чтобы помочь людям общаться, будет иметь важное значение для их качества жизни и взаимодействия с обществом, окружающей средой. Иногда родители мне говорят, я считаю, что всё должно быть последовательно. Сначала ребёнок должен пойти и потом заговорить. Я отвечаю, да, отлично, именно так. Давайте сделаем ребёнка мобильным как можно раньше. Это полностью совпадает с моей целью. Я хочу, чтобы ребёнок был как можно более мобильным, и это не обязательно должна быть ходьба. Он может использовать электрическую инвалидную коляску, костыли или тренировочные ходунки. И также я хочу, чтобы ребёнок и взрослый в конечном итоге могли общаться. Если ребёнок будет говорить, это прекрасно, если нет, есть альтернативные методы коммуникации, низкотехнологичные коммуникационные устройства и высокие технологии. Помощь детям с нарушениями может действительно кардинально изменить их жизнь. И в прессе, и в научной литературе можно найти множество таких примеров. Поэтому общий принцип заключается в понимании долгосрочной цели, а это качество жизни в обществе и доступ к ней через мобильность, коммуникацию и социализацию. Вы можете объяснить, чем мозг ребёнка отличается от мозга взрослого человека? Важно ли учитывать особенности детского развития при выборе лечения? Или ребёнок – это маленький взрослый? Когда я прихожу в Эрмитаж, то вижу там на старинных картинах детей, которые выглядят совсем как взрослые, только меньше. Иногда люди ошибаются, думая, что детский мозг – это уменьшенная копия мозга взрослого человека. Это не так. Важно знать, что происходит поступательное развитие. Оно никогда не останавливается и не появляется одновременно с рождением. Это долгий, непрерывный процесс. И надо понимать, что существуют конкретные этапы в развитии мозга, что есть определённые моменты, когда вмешательство будет более успешным. Например, в первый год жизни происходит усиленное формирование нейронов, растёт число синапсов и связей между нейронами. Происходит миелинизация – формирование оболочек вокруг отростков нервных клеток, что делает их более эффективными. Это происходит в несколько этапов, но начинается в первый год жизни. В детстве у каждого человека в два раза больше нейронов и в два раза больше соединений, нежели во взрослом возрасте. Именно поэтому раннее вмешательство настолько важно. Мы говорим «используйте» или «потеряете». Какие из созданных нейронных связей будут стойкими и долговременными, обусловлено генетикой и окружающей средой. Многое из того, что мы делаем для развития детей, сосредоточено на самых ранних годах жизни. Понимая, что такое пластичность мозга и как он развивается, мы способствуем развитию детей. Конечно, для развития наиболее важны первые пять лет и особенно первые три года. Это доказывают многие исследования. Позднее развитие не останавливается, но, например, способность реагировать на окружающую среду на раннем этапе жизни до трех лет значительно отличается от аналогичной способности во взрослом возрасте. Гораздо легче выучить язык в детстве, так как в мозге маленького ребенка больше потенциал нейропластичности. Чем вы младше, тем легче научиться многим вещам. Вы работаете в США, но у вас есть проекты и в других странах, в Шри-Ланке, в России. Расскажите о том, с чем вы там сталкиваетесь, каковы различия в работе? Это всего лишь несколько поездок, но, на мой взгляд, эта работа была довольно полезной. Я стараюсь избегать заблуждения в том, что мы что-то изменили, когда на самом деле этого, очевидно, не произошло. Меня вдохновляет работа с людьми, которые действительно что-то меняют, как сотрудники фонда «Обнаженные сердца», как некоторые из организаций, с которыми я работал в Шри-Ланке. И мне нравится быть неким ресурсом для местных сообществ. Потому что я действительно не знаю, как изменить систему, чтобы обеспечить детям в России или на Шри-Ланке лучшие условия. Но, безусловно, мы в чем-то похожи. Конечно, мы все одно сообщество. Работая с профессионалами со всего мира, я вижу, что мы, как родители, заботимся о достижениях детей. У нас общая страсть к поиску истины и очень критическое отношение к нашему собственному мышлению, к тому, что делают другие. Мы все размышляем над тем, что могло бы нам помочь в местных условиях. Я езжу в Россию уже почти 20 лет, но только недавно начал работать с фондом «Обнаженные сердца» и не могу не оценить ту вдохновляющую работу, которая вами ведется. Я думаю, что вы действительно меняете жизнь детей в обществе. И мне кажется, что за этим стоят сложные дискуссии о программах помощи, о том, как распределять ресурсы и время. К сожалению, одна из проблем – это незнание языка. В бывших колониях Британской империи английский язык – это язык образовательной системы. Когда я еду в Шри-Ланку или в Индию, все обсуждения там происходят на английском, с моим участием или без меня. Английский – именно тот язык, в котором общается научный мир в наши дни. Когда я учился в начальной школе, то должен был выбрать иностранный язык для изучения. Я выбрал немецкий, потому что собирался заниматься наукой, а в то время весь научный мир говорил на немецком. Сейчас это английский. То есть я думаю, что в России знание языка – это определенный вызов, так как специалисту здесь требуется проделать намного больше работы, чтобы быть в курсе того, что делается в мире, если он не знает всемирного языка науки. На Шри-Ланке нет такой проблемы. То есть в Шри-Ланке основная проблема в деньгах и ресурсах, правильно? Да, но на самом деле существуют различные решения этих проблем. Например, в Шри-Ланке всего лишь шесть детских неврологов, а это вторая по величине сельская страна в мире, там много джунглей и змей. Но при этом технологии довольно развиты. Например, используется переносной ЭЭГ с блютуз, чтобы ЭЭГ можно было отправить с телефона в далеко расположенную главную больницу. Такие технологии распространяются во всем мире, чтобы здравоохранение было возможным в самых отдаленных местах. Я уверен, что в России есть подобные технологии, но языковой барьер – это проблема. Наше профессиональное сообщество в течение многих лет находилось в изоляции, поэтому возникают такие проблемы с языком. Главное, чтобы мы все усердно искали истину. Я недавно думал о том, что у России есть серьезный научный потенциал, ведь это родина отцов нейропсихологии Выгодского и Лурии. Мы все изучали их труды в университетах. И эта традиция, безусловно, должна сохраняться. Но наука развивается, и мы хотим, чтобы она была интеллектуально честна. Необходимо, чтобы лечение пиявками, инъекциями вытяжки коровьего мозга и массаж прошли проверку на научную обоснованность. Русские самые умные люди, когда нужно справиться с погодой. Поэтому я уверен, что вы справитесь и с этой проблемой. Давайте поговорим о вашем опыте работы здесь, о людях, которых вы встретили, о том, как они вас принимали, о профессиональных успехах. Понравилось ли вам сотрудничать со специалистами из Тульской клиники? Работа в Туле, на мой взгляд, была очень успешной. Нам повезло сотрудничать с настоящими профессионалами, очень умными и самокритичными. Такими, какими и должны быть неврологи. Наши русские коллеги интересовались новыми методами реабилитации, тем, какой подход я применил бы в том или ином случае, например, при лечении ребенка с церебральным параличом. Специалисты из Тульской клиники всегда понимали, какую из западных методик им нужно взять на заметку, а что лучше оставить без изменений, потому что это и так эффективно работает. Так как проект поддерживается фондом «Обнаженные сердца», немаловажной частью нашей работы был образовательный момент. Мы провели стажировку для двух групп специалистов в Нью-Мексико, и обеим сторонам было очень полезно посмотреть на общую работу в международном контексте. Кроме того, мы регулярно проводим разборы клинических случаев онлайн. Раз в две недели коллеги в Туле работают допоздна, а мы встаем очень рано, чтобы у нас было максимально много времени на совместную работу. Я думаю, это было очень здорово. Мы все трудились с огромным энтузиазмом. Когда я был ребенком, в вечерних новостях в США всегда показывали репортера на Красной площади, и нам внушали, что мы враги. Теперь я понимаю, что это не так, к тому же наши русские коллеги всегда были с нами очень гостеприимны. Большая радость вместе стремиться к тому, чтобы сделать жизнь детей и их семей лучше. Я очень благодарен фонду «Обнаженные сердца» за такую возможность. Спасибо за вашу помощь и сотрудничество. Мы очень ценим вас как эксперта и профессионала.